ночное шоссе автомобили легковые грузовики проносятся мимо красивый лес дорога красивое озеро что же может объединить эти вещи в одно я думаю это сложно связать поэтому я подскажу связывает это все наш сегодняшний персонаж брюс ласписа так что чтобы все связать обязательно внимательно посмотрите все до самого конца брюс ласписа родился 30 апреля 1994 года в семье майка и каран ласписа вырос в иллинойсе учился в центральной средней школе напервилле который окончил 2012 году после этого он и его семья переехали в лагуна нигуэль штат калифорния брюс имел много друзей его описывали как невероятно забавного и веселого парня который часто приглашал их провести время у него дома брюс был талантливым художником умел рисовать и даже строить этот интерес он развивал в колледже сьерра в роклине штат калифорния где учился на втором курсе благодаря курсам по промышленному и графическому дизайну он смог создать обширное портфолио для демонстрации своих работ во время учебы в колледже на первом курсе он познакомился со своей тогдашней девушкой ким слай который как говорят относился очень уважительно 28 августа 2013 года друзья брюса начали замечать изменения в его поведении его сосед по комнате был особенно беспокоен и позвонил каран матери брюса чтобы проинформировать ее происходящим он рассказал ей что брюс ведет себя странно и неожиданно расстался с ким по sms он также рассказал что брюс указал на то что его что-то беспокоит но никто не мог понять что именно по словам соседа по комнате его поведение изменилось после того как он с другом провел ночь за видеоиграми принимая некий препарат чтобы не заснуть через несколько часов после звонка от соседа каран получила звонок от самого брюса он приехал ким чико штат калифорния примерно в 90 милях от собственной квартиры когда ким взяла трубку она сказала каран что по ее мнению плюс ведет себя не как обычно что ее беспокоит она считает что ему не следует садиться за руль и это несмотря на то что брюс сказал ей что с ним все в порядке обеспокоенная самочувствием сына каран предложила навестить брюса на следующий день но он попросил ее не приходить и заверил что с ним все в порядке он объяснил что хочет поговорить с ней но не уточнил о чем после этого разговора телефон был возвращен ким и каран сказал ей вернуть брюсу ключи но только если он пообещает позвоните утром 2330 брюс покинул дом ким примерно в 1 час ночи 29 августа брюс позвонил каран которая решила что он вернулся свою квартиру в роклине однако вышки сотовой связи показали что он направился дальше на юг мимо колледжа сьерра в сторону гор позже утром его родители получили сообщение от поставщика услуг автострахования и помощи на дорогах который сообщил им что машина брюса нуждается в помощи на дороге обеспокоенная каран позвонила соседу своего сына который сообщил ей что брюс не вернулся домой накануне вечера поисках улик майк и каран заметили что выписки по кредитной карте есть запись из баттон-виллоу штат калифорния известного тем что там находится стоянка для грузовиков у шоссе номер пять этот город находился в нескольких часах езды от лагуна нигуэль поэтому пара предположила что брюс едет к ним домой в девять утра майк отследил сигнал до кастра таран трак ремонтной мастерской рядом с автострадой когда с ним связались мужчина работавший там сказал что ему позвонили после того как у брюса закончился бензин и он доставил три галлона услышав беспокойство в голосе каран мужчина предложил вернуться и проверить не находится ли брюс еще в том районе когда он это сделал он перезвонил каран дал трубку ее сыну где тот сказал ей что все в порядке затем она сказала ему чтобы он заправился и ехал домой в этот момент родители ожидали что он приедет около 15.00 когда наступило 15.30 а брюс все еще не приехал в лагуна нигуэль каран начала пытаться связаться с ним но не получила никакого ответа она продолжила пытаться связаться с сыном течение следующих нескольких часов пока они с майком не решили подать заявление о пропаже человека в департамент шерифа округа orange около 18.00 того же вечера получив заявление сотрудники департамента полиции проверили мобильный телефон брюса и обнаружили что он все еще находится в батон виллоу более того он проехал всего 8 миль от места где его обслуживали для заправки когда они обнаружили брюса возле автомагистрали помощники провели тест на алкоголь и обыскали его машину они не нашли никаких признаков алкоголя или наркотиков и посчитали что брюс ведет себя нормально так как он был милым разговорчивым и внимательным когда его спросили что он делает он ответил что выпускает пар поэтому его задержку с возвращением домой они расценили как попытку прийти в себя перед встречей со своими родителями когда ему сказали что нужно позвонить матери брюс сначала отказывался в результате чего помощником пришлось набрать ее номер и изоединить его с ней по телефону когда карен спросила их чувствует ли они что он в состоянии вести машину они были уверены что да и оставили него добираться домой самостоятельно через несколько часов когда брюс все еще не был дома карен позвонила мужчине из ремонтной мастерской который снова предложил проверить ее сына когда он приехал туда где брюса видели в последний раз он нашел его на месте и предложил следовать за ним пока он не выйдет на автостраду примерно через 30 минут брюс снова был на дороге ехал в сторону лагуны нигуэль течение следующих нескольких часов брюс и его родители поддерживали связь по телефону причем они просили его называть ориентиры и уличные знаки которые он видел чтобы определить сколько времени ему понадобится чтобы добраться до места однако он не захотел этого делать сказав что ничего не видел а два часа девять минут утра 30 августа брюс позвонил карен и сказал ей что останавливается на ночь так как слишком устал чтобы продолжать ехать 8 утра раздался звонок в дверь до малосписа когда они открыли дверь и встретил офицер калифорнийского дорожного патруля и спросил принадлежит ли им бежевая toyota highlander 2003 года выпуска когда они сказали что с рулем был их сын он сообщил им что 5 30 утра того же дня автомобиль был найден брошенном в озере кастаев у подъездной дороги государственной зоне отдыха всего в двух часах езды к северу автомобиль был разбит и лежал на боку на дне насыпи примукающий главной дороге озера ведущий к лодкам по словам патрульного заднее стекло было разбито изнутри и учитывая что брюса не было среди обломков наиболее вероятно что он был внутри во время аварии и выбрался наружу его ноутбук и телефон были найдены в машине а сумка и бумажник снаружи возле заднего стекла кровь брюса была обнаружена на подголовнике пассажирского кресла и на заднем сиденье но не было никаких признаков того что он получил серьезные травмы предварительный осмотр места происшествия показал что перед рассветом по неизвестным причинам брюс съехал со служебной дороги зону отдыха проехал вдоль вышки сотовой связи и направился к озеру ускорившись при этом также создалось впечатление что брюс считал что озеро находится гораздо ближе к вышке сотовой связи чем было на самом деле так как на этом месте создается своего рода оптическая иллюзия учитывая обстановку следователи полагали что действия брюса были преднамеренными что привело их предположению что в момент аварии он был склонен к самоубийству по словам его друзей после возвращения к учебе поведение брюса стало более безрассудным он пил много крепких спиртных напитков и принимал некие препараты его сосед по комнате также заявил что он начал раздавать свое имущество включая часто используемый xbox и пару бриллиантовых сережек хотя его родители не понимают почему их сын так поступил власти считают что это может указывать на то что брюс переживал кризис вызванный алкоголизмом и употреблением наркотиков поскольку это и другое могло иметь и предсказуемые побочные эффекты что и привело его к желанию либо покончить жизнь самоубийством либо просто сбежать однако майка каран оспаривают это утверждая что хотя их сын экспериментировал он не страдал от наркотической и алкогольной зависимости и летом он выглядел вполне нормально после обнаружения машины были проведены масштабные поиски которых приняли участие сотни полицейских и добровольцев а также поисково-спасательные команды собаки и водолазы пешком на квадроциклах и с помощью вертолета были обысканы холмы озеро и береговая линия однако поиски которые продолжались в течение выходных не принесли никаких улик никто из свидетелей не сообщил что видел брюса в долине санта-кларита во время аварии первые дни после его исчезновения родители брюса получали многочисленные советы и сообщения о возможных встречах со всей западной части сша но ничего после этого так и не подтвердилось чтобы помочь распространить информацию майк сделал листовки о пропаже каран связалась со сми однако несмотря на их усилия никаких зацепок так и не появилось на вопрос о том что думал брюс перед исчезновением пара ответила что он был в травмом уме когда они с ним разговаривали и поделилась тем что он по их мнению он не мог добровольно уйти от несчастного случая так как он не был известен как путешественник автостопом или любитель активного отдыха он также не был знаком с районом озера кастай 4 сентября 2013 года бегун позвонил службу 911 чтобы сообщить о пожаре расположенном всего в трех милях от места аварии когда прибыли первые спасатели они обнаружили горящее тело хотя сначала считалось что это был брюс судебно-медицинская экспертиза показала что это был житель лос-анджелеса ставший жертвой убийства на озере кастай был установлен рекламный щит изображением брюса и информации о нем по словам полиции на записях камер наблюдения сделанных 30 августа были сделаны снимки его машины в двух разных случаях недалеко от того места где она была найдена камера сфотографировала его номерной знак в два часа 15 минут утра через шесть минут после того как он позвонил каран и сообщил ей что едет отдыхать и в 4 часа 29 минут того же утра хотя полиция не знает почему он был в этом районе они считают что он что-то обдумывал через девять дней после исчезновения брюса ищейки пытались отследить его запах чтобы найти место куда он мог отправиться после автокатастрофы они поймали его запах и проследили его до дамбы на озере перешли через дамбу и направились на юг к западной стороне озера затем он направился в район стоянки грузовиков на кастайк роуд это навело следователей на мысль что он решил уйти от аварии и от своей жизни возможно отправившись автостопом с водителем грузовика согласно имеющимся у следователей доказательством нет никаких признаков того что он встретился с преступниками или умер в результате самоубийства они считают что если бы он покончил с собой они нашли бы его на озере они считают что знание того о чем он хотел поговорить с матерью может стать ключевым к разгадке дела однако это оспаривается ласписами которые утверждают что чтобы это не было скорее всего не имеет никакого значения для исчезновения их сына через три недели все поисковые работы были прекращены местные бары были отблагодарены за помощь поисках так как они разрешили добровольцам использовать свои помещения для координации поисковых групп прошли месяцы а новых зацепок не было поэтому семья наняла частного детектива денис савастана которая специализируется на делах о пропавших людях савастана предложила свои услуги на безвозмездной основе и посчитала что брюс хотел вернуться домой в лагуна нигуэль основываясь на координатах указанных в его gps это заставило ее предположить что в результате аварии он мог получить травму головы из-за чего был дезориентирован она также предположила что у него могло случиться психологическое расстройство в результате употребления запрещенных препаратов что привело его к неуравновешенному поведению в августе 2015 года савастана и семья ласписа наняли специалиста для поиска на озере используя звуковые волны для получения изображения на этого озера они считали что если бы брюс был склонен к самоубийству он бы зашел в глубокую воду в бухте однако 2 12 часовых сеанса и принесли никаких новых доказательств настоящее время семья предлагает награду в 5000 долларов за информацию который может вернуть их сына права отпечатки пальцев и паспорт брюса были загружены в общенациональную систему поиска пропавших людей также доступна его стоматологическая карта давайте теперь двинемся к теориям первоначальная теория которые придерживались те расследовал исчезновение брюса и которую некоторые до сих пор считают верной заключается в том что он умер в результате самоубийство это подтверждается его неустойчивым поведением за несколько дней до исчезновения например он раздал свои вещи отказался покидать район паттон виллу кроме того в деле фигурирует разбитая машина которая свидетельствует о том что это было сделано намеренно однако от этой теории как правило отказываются и семья исследователя второй вариант следователи убеждены то он все еще жив и не хочет чтобы его нашли пользу этого говорит отсутствие улик и телом на озере кастаек а также расположение этого места рядом с автострадой семья брюса не верит в эту теорию утверждая что их сын никогда бы не сбежал они также считают что он был откровенен с ними если бы его что-то беспокоило или тревожило и третья версия майк и каран а также денис савастана считают что брюс жив и возможно страдает от травмы головы по их словам травма могла вызвать амнезию в результате чего он не знает кто он такой это объясняет почему он не пытался связаться с ними каран поделилась что незнание местонахождения сына хуже чем его смерть для того чтобы дело брюса оставалось в центре внимания общественности проводились многочисленные богослужения где него 20-летие родители отправились на озеро кастаек чтобы так сказать отметить это событие также чтобы помочь найти новые версии данного преступления либо исчезновения семья ласписа создали страницу find bruce ласписа на facebook поэтому данное дело к сожалению до сих пор не раскрыто а вам я хочу сказать спасибо что досмотрели данный ролик до конца не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать комментарий поддержку данного ролика ну и до встречи в следующем видео а